Здравствуйте! Мы продолжаем прямые эфиры с представителем институтов. И сегодня с нами на связи Институт психологии и образования Казанского Федерального Университета. Напоминаю абитуриентам, что вы можете задавать интересующие вас вопросы о проходных баллах, об экзаменах и другие иные вопросы в нашем лайф-аккаунте в Инстаграме. И начну с вводного слова. Мы перейдем к вопросам. Предлагаю вам, Айдар Минемансурович Калимулин, выступить с небольшим представлением и рассказать нам вообще, что из себя представляет ваш институт. Дорогие старшеклассники и их родители, сегодня я буквально постараюсь коротко рассказать о нашем институте психологии и образования, который в существующем формате был создан в 2011 году. И мы отмечаем в этом году свое такое маленькое десятилетие. Хотя подготовка педагогов в Казанском императорском университете началась в начале 19 века, а подготовка психологов, это связано с именем Бехтерева, началась во второй половине 19 века. Сегодня психология и педагогика – один из наиболее значимых областей для жизни нашего общества. И, наверное, это определяет востребованность данных профессий, их перспективность. И сейчас у каждого из вас сложная задача возникла, связанная с окончательным определением вуза и специальности, по которой вы будете учиться. Это очень ответственный этап жизни, потому что он будет определять все ваше дальнейшее развитие. Я бы хотел напомнить, что сейчас, наверное, проблем с выбором вуза нет. Можно учиться на бесплатной, бюджетной, можно учиться на платной основе. Это очень сильно отличается от советского времени, когда лишь каждый четвертый выпускной школы мог поступить в высшее учебное заведение. И выбор очень большой. И самое главное – не ошибиться. И вот, наверное, мы пришли к тому этапу, когда высшим образованием никого уже не удивишь. А удивишь своими компетенциями, знаниями. И сейчас очень часто работодатели просто спрашивают, а что ты умеешь? И вот здесь надо выбрать университет, который может этому научить. Университетов очень много, в том числе и в нашей стране их несколько тысяч. Они разные. И я бы всем рекомендовал, безусловно, сильные университеты, к числу которых относится Казанский федеральный университет, который традиционно входит в десятку самых передовых вузов Российской Федерации. Это подтверждается не только нашими показателями успешности, условиями обучения, современными общежитиями, сервисами, но и нашими показателями в международных рейтингах. Дело в том, что Казанский федеральный университет прежде всего ориентируется, в том числе ориентируется и на международные рейтинги. И вот в этой области предметная область образования и Институт психологии образования последние два года входит в число 100 лучших учебных заведений мира предметной области эдюкейшн-образования. А в мире всего 50 тысяч университетов. Таких университетов в России больше нет, которые бы так выделялись в предметной области образования. Более того, мы являемся первыми в странах СНГ, Восточной Европы. И это говорит о том, что здесь можно получить очень качественное образование, потому что эти рейтинги не строятся как на показателях образовательного процесса, так и на квалификации, в том числе научной квалификации преподавателей, которые вас обучают в нашем университете. Для вас в Институте психологии и образования предлагается широкий круг специальностей. Прежде всего, это педагогические, и они в этом году в связи с почти двукратным увеличением числа бюджетных мест очень насыщены возможностью получения бюджетного обучения. Это дошкольное, начальное образование, дополнительное образование и английский язык. Это в том числе и психолого-педагогическое образование. Каждый год мы варьируем. Какие-то специальности и профили у нас есть на дневном отделении, какие-то на заочном. И поэтому вы можете с ними познакомиться внимательно на нашем сайте. Второе направление – это психологическое. Оно тоже успешно развивается. В частности, как я уже говорил, психология в Казанском университете развивается благодаря Бехтереву, который основал здесь первую в России психофизиологическую лабораторию. И сегодня у нас есть профили, посвященные общей психологии, у нас есть клиническая психология. И кроме того, мы реализуем педагогическую психологию. Наш институт предлагает все уровни образования. И мы берем в том числе обучаться и выпускников педагогических колледжей, колледжей других направлений. Здесь они могут обучаться на программах бакалавриата, затем продолжить обучение в рамках программы магистратуры. У нас есть своя аспирантура, докторантура, свои диссертационные советы. То есть то, без чего не мыслим современный и авторитетный ВУЗ. Поэтому, поступив в Институт психологии и образования, вы сможете получить достойную профессию. Я напомню, что сейчас профессии педагога и психолога очень востребованы в нашей жизни, потому что все больше проблем, связанных с человеком. И, может быть, выбирая специальность и ориентируясь на какие-то такие красиво звучащие направления подготовки, вы очень часто не задумываетесь о том, будете ли вы в дальнейшем обеспечены работой. Вот профессия учителя, она может быть не самая высокооплачиваемая, как, например, профессия юриста или айтишника, но она всегда обеспечена работой. Она всегда обеспечена средней заработной платой, хорошими социальными условиями. И поэтому получить профессию учителя, а сейчас наблюдается значительная нехватка учителей в школах нашего региона и вообще в России в целом, вы будете иметь интересную профессию, потому что работать с детьми очень интересно. А для психологов у нас, наши психологи всегда востребованы не только в сфере науки, но и в кадровых службах. Они работают как консультанты, они работают как люди, оказывающие помощь в различных чрезвычайных ситуациях. Клинические психологи работают в медицинских учреждениях. Поэтому простор для выбора профессии очень большой. И те профили подготовки, которые существуют в Институте психологии и образования, они создают для этого все условия. Прекрасное вводное слово, и я бы хотела представить вам, уважаемые абитуриенты, наших экспертов. Итак, ответственный за прием Института психологии и образования Нарина Сережина Путулян, заместитель директора по международной деятельности Баклашова Татьяна Александровна и директор Института психологии и образования Айдар Минемасурович Калимуллин. Итак, мы представились, и можно переходить к вопросам. То есть начнем с самых основных вопросов, которые интересуют многих. Итак, для того, чтобы поступить на факультет психологии, какие предметы нужно сдавать, какой проходной балл, сколько стоит год обучения и имеется ли общежитие для иногородних? Пожалуйста, Нарина Сергеевна. Спасибо за вопрос. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители. Да, чтобы поступить на профиль психология и психолого-педагогические профили, необходимо сдавать биологию. Это у нас профилирующий предмет. Далее русский язык и три предмета по выбору. Это либо математика профильная, либо иностранный язык, либо общество здания. Что касается проходных баллов, для поступления на бюджет, проходной балл пороговый был в прошлом году 272 балла. То есть баллы достаточно высокие, конкурс тоже высокий. Там порядка 9-10 человек на место у нас было на психологию и клиническую психологию. Что касается бюджетных мест, в этом году у нас на профиль психология, это классическая психология, 15 бюджетных мест, на клиническую психологию 44 бюджетных места. По стоимости обучения, стоимость обучения у нас будет установлена ближе к началу приемной кампании. Это до 20 июня выходит приказ, подписанный ректором о ценах на обучение. А в прошлом году сумма составляла 148 972 рубля. Это за год обучения по направлению психология и клиническая психология. Насчет общежития? Насчет общежития. Общежитие предоставляется всем иногородним студентам без исключения. Студенты-первокурсники у нас проживают в деревне Универсиады. Если они за время проживания на первом курсе в деревне Универсиады показывают хорошие результаты, там тоже своего рода бально-рейтинговая система, если они набирают достаточное количество баллов, то на втором курсе они также рекомендованы на проживание в деревне Универсиады. А если бально-рейтинговая система не проходит данные показатели, то им предоставляются места в общежитиях студенческого городка. Но без общежития у нас никто не остается. Все иногородние студенты стопроцентно обеспечиваются жильем. Подскажите еще вопрос. Каков порядок поступления после колледжа и техникума? И нужно ли сдавать ЕГЭ? После колледжа и техникума следующим образом поступают абитуренты. Они сдают внутренние испытания на базе Казанского федерального университета. В рамках ЕГЭ у них тоже тестирование проходит, но на базе нашего университета. Сдают те же экзамены, что и ученики школ, и, соответственно, набирают определенное количество баллов. Но в этом году вводится новшество для абитурентов из средних профессиональных образовательных учреждений, то, что красные дипломы дают дополнительные 5 баллов плюс к баллам за вступительные испытания. И также у них индивидуальные достижения по ГТО 2 балла также плюсом тоже проходят. В прошлые года не учитывались красные дипломы абитурентов из колледжа и техникума. В этом году вот это новшество вводится. И для выпускников колледжа и педагогического профиля есть такой вот тоже, я считаю, что хороший показатель для того, чтобы поступить к нам на начальное образование, на дошкольное образование. Профилирующие абитуренты, которые закончили колледж педагогический, они имеют право сдавать педагогику начального образования или педагогику дошкольного образования. То есть у них по выбору третий экзамен идет педагогика профилирующая. Вот как раз к вопросу о направлении педагогического образования с двумя профилями подготовки. Какие нужно сдавать экзамены ЕГЭ? ЕГЭ – общество знания профилирующие, русский язык и три предмета по выбору, как я уже сказала. Это математика профильная, либо иностранный язык, либо биология. Отлично. К нам поступил очень интересный вопрос, я процитирую. У девушки есть уже высшее образование по специальности менеджмент, а также доп. образование, управление персоналом. И сейчас она планирует учиться на психолога. И она спрашивает, какие нужно документы собрать, куда лучше поступать – бакалавр, магистратура или специалитет, какая есть вообще форма обучения? Я бы однозначно порекомендовал поступать на программу магистратуры. Это связано с тем, что, во-первых, она уже изучила общие дисциплины в рамках программы, бакалавриата, скорее всего, и она может выбрать одну из магистровских программ. Мы, кстати, являемся одним из крупнейших центров подготовки по магистратурским программам в Поволжье у нас обучается более 1300 магистрантов в данный момент и предлагается более 20 магистратурских программ, в том числе и по психологии. Их очень много, часть из них на бюджетной основе, часть на платной, но можно выбрать именно то направление, которое больше соответствует целеустремлениям того или иного будущего студента. То есть, я правильно понимаю, если она поступит на магистрское образование, то она сможет в полную силу работать по специальности психолога? Конечно, конечно. То есть, это связано с тем, дело в том, что, наверное, необычно для некоторых людей, особенно старшего поколения, но вот та система специалитета, она постепенно уже забывает с 5-летнего обучения. Сейчас у нас уровневое обучение, это бакалавриат, и после бакалавриата, по сути, там, за редкими исключениями, можно выбрать любое направление магистрской подготовки, которое вам интересно. Это закономерно. Дело в том, что, согласно одного из статистических опросов, да, из опросов выяснилось, что 70% выпускников не работают по первой специальности. Это нормальное явление, и поэтому магистратура дает возможность найти именно ту профессиональную деятельность, которая наиболее близка сердцу. И поэтому это уникальность, считаю, возможности, поэтому я вот, например, являюсь сторонником вот этой уровневой системы подготовки. Прекрасно. Давайте поможем разобраться, чем же вообще отличаются психология и клиническая психология. Два профиля у нас реализуется. Общая психология, или, как мы ее называем, классическая, это бакалавриат четырехлетний, и этот курс в большей степени ориентирован на общую психологическую подготовку. И, во-первых, он ориентирован в том числе и на работу в качестве консультантов в области психологии, психологов. А вот клиническая психология – это специалитет, да? Специалитет – это другая программа, она более продолжительная. Она развивается на стыке психологии и медицины, и в большей степени ориентирована уже на такую психологомедицинскую помощь для людей. И вот мы открыли эту программу специалитета несколько лет назад, после того, как стало очевидным, что мы сможем качественно ее реализовать, потому что в КФУ успешно развивается медицинское направление в последние годы. И вот в этом тандеме вместе с медиками, Институтом фундаментальной медицины и биологии, мы реализуем эту программу, и часть курсов у нас читают специалисты-медики, что связано со спецификой обучения. И вот как раз-таки эта специфика, она в большей степени ориентирует уже на такую психолого-медицинскую помощь, и мы интересуемся, мониторим, куда устраиваются наши выпускники. И вот, например, последняя встреча, она показала, что и приходят запросы из центральных районных больниц, где вводятся ставки медицинских клинических психологов, и мы направляем их для работы в медицинские уже учреждения. А клиническая психология у вас только детская? Дело в том, что каждая программа специалитета имеет свою специализацию. И вот в данном случае мы выбрали специализацию, которая наиболее близка нашему профилю. Программа специалитета называется клиническая психология, а специализация, она занимает не такое большое количество часов, это буквально где-то, может быть, там, ну, 10% от вообще программы обучения. Это специализация психологическая помощь семье и ребенку. Хотя, например, когда мы анализировали, например, опыт Московского государственного университета, у них там нейропсихология и так далее, это тоже очень сложные дисциплины. То есть для нас очень важен принцип, чтобы мы могли качественно, исходя из своего кадрового потенциала, реализовать эту программу. Но это никоим образом не подразумевает, что данные выпускники будут работать только с детьми. Это лишь только маленькое такое, скажем так, дополнение. При поступлении на какие специальности нужна справка 086У? При поступлении на педагогическое направление, на начальное образование, на начальное образование с двумя профилями, на дошкольное образование, на дополнительное образование. А что касается зарубежных стажировок, оно у вас реализуется? Да. Слово Татьяне Александровне. Спасибо большое. Уважаемые Аспиранты, те, кто планирует поступать в наш институт, я хочу сказать, что международная деятельность достаточно активно реализуется в стенах Института психологии и образования Казанского федерального университета. Наш институт вовлечен в процесс международных стажировок. У нас есть программы Erasmus+, и мы реализуем обмен студентами. К нам приезжают студенты зарубежные в рамках педагогических практик, отправляются наши студенты за рубеж. У нас активно идет взаимодействие с Техническим университетом Дрездена. Сейчас развивается, уже одобрена заявка и подписаны соглашения с коллегами из Словакии. Также мы подаем сейчас достаточно мощную заявку совместно с итальянскими коллегами, поэтому возможности для прохождения стажировок есть, и мы будем очень рады вашему участию в них. Основное, что здесь требуется, это ваше желание, компетентность в отношении языковой подготовки, то есть вы должны владеть английским языком. Очень хорошо, если вы будете владеть немецким или еще каким-либо. Студенты, поступая к нам, осознают необходимость знания второго иностранного языка, поэтому мы вас будем очень ждать и надеяться на то, что программы академической мобильности коснутся и вас также. Я дополню, обращаясь к абитуриентам, просто хочу сказать о своем личном впечатлении. Я общаюсь со своими знакомыми, друзьями, и один из них высказал свое опасение, как можно участвовать в стажировках, мой сын хочет ездить и так далее. И представьте, я только на прошлой неделе через email отправил ему три информационных письма, а такая информация распространяется регулярно, где, по-моему, коллеги, вернее, вузы Центральной и Восточной Европы предлагают такие стажировки. Но там есть условия. Это знание английского языка на уровне, по-моему, B1, B2. B1, B2, да. И вот здесь очень часто возникает, понимаете, и дети, видимо, там говорят своим родителям, вот их не было, но для этого нужно предложить усилия, нужно выучить язык, нужно сдать сертификационный экзамен специальных агентствах, которые существуют, сдать экзамен. А вот так просто я захотел, там, как рассуждает иногда молодежь, и отправьте меня за границу, там такого не бывает, да. То есть нужно сдать экзамен, и тогда таких возможностей очень и очень много. Да, кроме того, есть большая поддержка со стороны правительства Республики Татарстан, у нас есть грантовая программа, которая реализуется уже не первый год, это программа Алгарыш, и как профессорско-преподавательский состав, так и студенческий корпус имеет очень реальную возможность на получение этих грантовых денег, и они могут поехать в зарубежную поездку, это будет поддерживаться также и университетом. Вот пример прошедшего лета, мы тоже давали рекомендацию нашей выпускнице, она поступает в магистратуру одного из британских вузов, да, программа связанная с дефектологией, да, и стоимость обучения примерно 2,5 миллиона рублей, да, которая оплачивается по грантовой программе Азатлыка, Алгарыш, извиняюсь, Алгарыш, которая существует в нашей Республике, да, но этого нужно добиться, к этому нужно идти. Да, смотрите, чтобы попасть в ряды вот этих вот счастливчиков, нужно, наверное, обладать хорошей успеваемостью, да, или быть активистом, может быть. Абсолютно верно, нужно хорошо учиться первое, и, конечно же, как уже потихнула Дарма Атсурча, я говорила ранее, быть достаточно подкованным в языке. У нас основная трудность в том, что ребята не владеют иностранным языком, и здесь надо отдать должным студентам из Узбекистана и Казахстана есть такой особый корпус узбоконтингент обучающихся, которые приезжают уже к нам в Россию со сданным экзаменом IELTS, и они владеют языком даже на более высоком уровне, C1, C2, и, конечно же, их участие всегда в таких программах заканчивается в основном успехом, они отправляются на такую стажировку, такое случается, поэтому я думаю, что все в руках самих аспирантов. Если человек заинтересован, если он хочет, мы всегда поддержим, если он владеет необходимыми компетенциями, то он поедет. И к тому же у нас существует система, когда мы, по сути, растим молодых исследователей. Дело в том, что каждый не может быть таковым, это такая студенческая элита, и вот как раз-таки Татьяна Александровна занимается проектом, связанным с формированием молодых исследователей, это дополнительные занятия, это дополнительные сервисы по изучению языка и так далее. Их немного, честно говоря, потому что это очень трудоемко для студентов, но те 10-20 человек, которые посещают, из 3 тысяч студентов, которые учатся в нашем институте, как раз-таки они демонстрируют свое желание и подкрепляют его своим усердием. Потом научно-исследовательская деятельность сегодня под патронажем самого ректора, научно-исследовательская деятельность студентов. И на уровне бакалавриата сейчас создаются научные кружки в каждом структурном подразделении университета, в том числе в институте психологии и образования эта работа активно ведется. Ну а на уровне магистратуры, вот тот проект, о котором сказал Айдар Мансурович, это при поддержке, также при сотрудничестве с Российской ассоциацией исследователей в области образования ведется этот проект. И достаточно большое количество событий мы организуем для студентов для того, чтобы поддержать развитие исследовательской компетенции. Это участие и в конференциях, апробации их исследовательских результатов, то есть опять-таки формат, связанный с языковой подготовкой. Эта работа достаточно активно разворачивается, студенты чувствуют эту поддержку. У нас попутно поступает вопрос, с какого курса можно попадать в удачу, со второго, может быть, с первого. В основном такие программы грантовые, они по обмену, по приглашению, они для студентов старших курсов и студентов магистратуры. Абсолютно верно. Мы подписали баланскую декларацию в 2003 году, Российская Федерация это сделала, и мы в программе академической мобильности. Если раньше, я вспоминаю свой опыт 2000-2001 года, когда я стартовала как педагог высшей школы, я помню, студенты, если отправлялись на стажировку, потом они приезжали и догоняли учебный процесс, им нужно было бы сдавать экзамены и так далее. То есть здесь не было такого вольного коридора. Сейчас они безболезненно могут уехать в рамках второго или третьего семестра на учебу в зарубежный вуз, соответственно, потом приехать и просто закрыть результаты сессии. Им не нужно каких-то дополнительных усилий прилагать для того, чтобы прослушать тот курс лекций, который слушали отечественные ребята, наши студенты российские. Поэтому в этом отношении, конечно, удобств достаточно много, возможностей много. Единственное, что студенты первого и четвертого семестра в магистратуру не отправляются у нас в рамках академической мобильности на учебу за рубеж. Это в основном студенты, которые учатся в рамках второго-третьего семестра магистратуры. Я бы хотел еще добавить по поводу перспектив международного продвижения. как я сказал, мы особенные. Мы входим в топ-100 в мире. И, может быть, в России многие этого не понимают, но когда мы выезжаем за границу в иностранные университеты, это показатель. То есть представьте себе 100 вузов в мире, а их 50 тысяч. И мы входим в топ-100. Это как наша визитка, понимаете, получается. И, соответственно, с нами многие хотят дружить. Мы сейчас имеем массу приглашений от вузов, которые ниже нас в рейтинге. И мы за последние годы продемонстрировали, благодаря своим реформам, своим новаторским подходам в области преподавания, науки, мы завершили вот эту революцию. И те вузы, на которые мы равнялись 5 лет назад, они были, например, университеты Рочестера, университеты Техаса. Они сейчас примерно, мы в одной группе с ними находимся, где-то даже их превышаем и так далее. И поэтому пригласить студента из вуза, который входит в топ-100, то есть получил, по сути, международную аккредитацию, понимаете, получается. Это не вызывает никаких сомнений. Это говорит о том, что приезжают подготовленные, хорошие студенты. Кстати, то же самое касается и преподавателей. Вот, к сожалению, пандемия COVID-19 нарушила наши многие, почти все наши планы, связанные с международной активностью. И вот мы, по сути, мы практически редко даже бываем в России, потому что масса приглашений. Татьяна Александровна, например, она известная на международном уровне ученая, сама проходит стажировки. Но это и вот в 2019 году, например, до пандемии 50 преподавателей нашего института из 100 участвовали в зарубежных стажировках и конференциях. Причем эти конференции не просто так, куда ты захотел и поехал, а куда тебя отбирают и приглашают, исходя из твоего научного потенциала. А вот что важно, побывав за рубежом, они приобретают самый актуальный мировой опыт тех событий, процессов, которые еще в Россию, может быть, не пришли, или где западные ученые более продвинутые, и потом это не привносит уже студентам, студенческой аудитории. Вот в этом как раз-таки заключается главная особенность нашего университета. А вот этот эффект, что наших студентов начинают приглашать, когда узнают, что это КФЮ, топ-100, мы номер 90 в мире в этом году, в прошлом году мы были 94, то это уже репутация. Вот ради чего, в принципе, мы старались, и, наверное, любой абитуриент может сам сравнить. Каждый вуз свой вуз хвалит, получается, потому что мы хорошие, мы сильные, но это очень часто досужие разговоры. А есть критерии, по которым оценивают, и там ничего, никаким образом смухлевать, подтасовать невозможно. Это международные эксперты проводят, это есть данные, наукометрика, показатель. Вот в этом как раз-таки мы и продвинулись. Поэтому, я думаю, если и мы хотим двигаться дальше, и поэтому те студенты, которые будут учиться у нас, они будут иметь возможность и продолжить обучение в магистратуре и в аспирантуре, влиться в армию преподавать. Вот сегодня, например, я открывал 15-ю зимнюю школу по психологии состояния. И уже некоторые преподаватели, которые подготовили студентов на эту зимнюю школу, 10 лет назад еще сами были студентами. И вот эта преемственность, она и работает. Давайте вернемся к нашим направлениям. Направление психология бизнеса. Там реализуются только договорные основы или есть бюджет? И сколько стоит? К сожалению, данное направление бюджета не имеет. В этом году не имеет. Дело в том, что у нас ограниченное число бюджетных мест на некоторые программы, и мы очень часто варьируем эти программы. Вот в этом году очередь другой программы получить бюджетные места, психология состояний. А эта программа будет реализовываться на коммерческой основе. Но, тем не менее, она каждый год востребована. Да, она каждый год востребована. И тоже конкурс довольно-таки большой. Я считаю, что для магистратуры конкурс «5 человек на место» это достаточно большой конкурс, тем более на договорную основу, когда это идет. Что касается стоимости обучения, то заочная форма обучения около 60 тысяч в год. Для магистратуры 60 тысяч в год это... Это, знаете, у нас учатся студенты из Москвы и Санкт-Петербурга, потому что это действительно очень дешево. И учитывая еще очень важные преимущества Казанского федерального университета и в том числе Института психологии и образования, мы создаем самые удобные условия для обучения студентов, благодаря тому, что мы смогли за это время сформировать реальную систему цифрового образования. И, наверное, многие уже знают, что все-таки... Вот я говорю, обращаясь к старшеклассникам, ну, в прошлом году мы все испытали шок, особенно весной, и подавляющее большинство школ все-таки качественно наладить систему дистанционного образования не смогли. В лучшем случае это Zoom бесплатный, который через 40 минут надо было перегружать, да, получается, либо там задания по WhatsApp и так далее. То есть, либо это... СМСки прочитают такие-то страницы в учебнике. Мы проводили такие исследования. В Казанском федеральном университете была приобретена лицензионная программа Microsoft Teams. Это великолепная программа, которая дает массу возможностей стереть грань между оффлайн и онлайн обучением, да. Мы обучили всех преподавателей. Кстати, наш институт является таким золотым партнером компании Microsoft, потому что на нашей базе, на площадке нашего института они опробировали много своих новых технических решений с точки зрения методики преподавания. И вот благодаря этому мы создали такую очень удобную систему обучения. Вот сейчас после канюкла, когда мы перешли на традиционное обучение, мы получаем коллективные заявки, заявления студентов, где они просят опять дать возможность им обучаться в смешанном формате. Это удобно. И, что важно, для магистрантов это применяется более широко, потому что 80% магистрантов в нашем институте, они работают. И они и так обучались в вечернее время, а здесь при помощи смешанного формата, когда с одной стороны преподаватель находится в аудитории, и, например, несколько студентов пришли, они имели в этот день возможность, да, они обучаются здесь, а остальные преподавателям стоит монитор, да, либо у нас есть великолепно оборудованные аудитории, и поверьте мне, это не красное словцо, по которым вздыхают иностранцы, да, получается, да, где стоят огромные экраны, где система занятий отлажена и так далее. Вот, и часть студентов находится по ту сторону экрана, а часть находится в аудитории. И мы обучали преподавать, потому что это тоже непросто для педагога работать одновременно с виртуальной и с реальной аудиторией. Но, тем не менее, студенты учатся, им это очень нравится, и таким образом мы стираем грань. Поэтому у нас могут учиться, вот, что и подтверждается примерами, по-моему, в прошлом году с Кипра даже студентка одна училась, потому что в современной технологии эту грань стирают. И самое главное, чтобы это было удобно. И вы знаете мой, наверное, принцип, да, насильно никого учиться не заставишь, да, особенно на уровне магистратуры. Люди должны приходить осознанно, потому что не приобретают будущую профессию, и вообще свое будущее, да. И вот здесь, может быть, как раз-таки, если ты хочешь учиться, а преподаватель должен создать тебе инфраструктуру, должен тебя направить, да, должен проконтролировать, должен помочь советам. И вот, как раз-таки, эта система у нас работает не случайно. Та концепция, которую мы у себя реализовывали. Я приглашаю, кстати, всех абитуриентов посетить наш институт, даже не в дни открытых дверей, а в любое время, да, и вы вот можете там прийти и сказать, я хочу попасть к директору, получается, и вахтер вас обязательно пропустит, да. Вы можете посмотреть наш институт, увидеть аудитории, даже, уважаемые абитуриенты, если вот у нас есть адрес электронной почты, вы можете лучше заранее написать, да, вы можете прийти в любой удобный день, и вы можете быть в статусе студента, понимаете. То есть, мы вас можем прикрепить к какой-то группе по вашему выбранному профилю, например, там, начальное образование, я английский язык, да, и вы день можете провести в студенческой аудитории со студентами и сами воочию убедиться, как это, в принципе, интересно, увлекательно, какие у нас условия, потому что это тоже очень важно, да, когда хмурые стены, когда сыпется шкатурка, когда нет компьютеров там и так далее, да, это уже не дело, да, и вы все это можете почувствовать, поэтому воспользуйтесь вот этим, эти предложениями, приходите, сами почувствуйте, с родителями приходите, да, потому что их точка зрения для вас тоже сейчас важна, да, тогда, наверное, вы сделаете правильный выбор, когда все это ощутите на себе и скажете, это мое. Вот к вопросу о том, чтобы почувствовать себя студентами в стенах вуза, у вас будут открытые двери? Да, у нас проходит день открытых дверей, у нас будет 23 марта. Очередной? Очередной, да. До этого у нас были дни открытых дверей 7 февраля, вот последний был. Мы потом выезжали, у нас был педагогический десант, мы выезжали с профориентационной работой по регионам нашей республики, по колледжам ездили, то есть мы показываем, что у нас есть, мы демонстрируем все наши направления и профили, рассказываем будущим абитуриентам, как нам поступить, все это у нас проводится. И на сайте у нас есть виртуальная экскурсия по нашему институту, тоже очень интересно, можно зайти на сайт института и посмотреть виртуальную экскурсию о нашем институте в целом. А существуют ли какие-то, может быть, курсы? Курсы при подготовке для школьников, чтобы поступить в вашу университет? Нет, это сейчас не актуально, потому что курсы организовывались 10-20 лет назад, когда не было ЕГЭ, это не актуально, понимаете? Но профориентация, опять-таки, чтобы почувствовать сердцем, что тебе это интересно, это как раз-таки мы и предлагаем. И в этом отношении, допустим, мы и для тех, кто планирует поступить в магистратуру, устраиваем такой необычный день открытых дверей, когда приходят в этот день преподаватели, и буквально на полчаса они могут зайти в аудиторию, где преподаватель проводит тот или иной курс, и посмотреть, что вообще. Очень часто первое мнение бывает определяющим, и увидеть, что это такое получит. И поэтому вот в такой форме мы это организуем и проводим, и мы присутствуем и в социальных сетях. Наши студенты, кстати, снимают очень много видеороликов о своем институте. Я сказал, что у нас есть концепция «Институт – мой дом». И я вот ухожу там не ранее, еще и 9 с работы, и некоторые студенты уходят позже меня, потому что им там интересно. Сейчас мы для них оборудуем отдельную большую комнату, где будет их клуб находиться, где они могут находиться в течение всего дня. У нас есть прямо в здании находится очень хорошее столовое, они могут там не выходить весь день. У нас есть комнаты такого типа свободного кафе, где они могут прийти со своими бутербродами или со своими домашними заготовками, где стоит чайник, могут посидеть, попить. Есть зал для гимнастики. Сейчас мы хотим сделать зал психологической разгрузки, где бы человек, ну, захотел он поспать полчаса, допустим, получается. Хотя я очень часто вижу, что у нас очень много диванов, пуфиков в здании, такой современный. И это я заметил за рубежом, где, в принципе, студенты довольно-таки вольно себя чувствуют, они могут лечь. Вот захотел человек поспать полчаса, ну, это же не преступление, да, получается, да? Это нормальные явления, да? Хотя старшие поколения преподавателей возмущаются, говорят, это нарушение дисциплины и так далее. Ничего в этом плохого нет. Все мы люди, понимаете, да? Всякие ситуации могли быть. Болеть, не выспался. Я вижу, лежит на диване, колбу поставил и заснул там и так далее. Мы стараемся их не путить, не дириженных сон. Ну, условия, похоже, правда, шикарные, незаметку абитуриентам. Возвращаясь к нашим направлениям. Есть ли целевые места на специальности клинический психолог? Да. Да, причем их очень много в этом году. Нарина Сергеевна сказала, 44 места. То есть мы начинали там с 12 мест, с 19. Вы знаете, это, наверное, показатель того, что наше качество стало признаваться. И в этом году 44 места, да? 44 бюджетных места, да. 44 бюджетных места, понимаете? Это фантастика, это на уровне московских, питерских университетов, да, поэтому я думаю. Но когда у нас был там 12, 19, проходной балл был очень высокий. Я думаю, в этом году из-за того, что бюджетных мест больше, он понизится. И поэтому у многих будет возможность поступить и пройти к нам. Но надо выбрать биологию. Каковы сроки подачи документов на магистратуру? У нас приемная комиссия начинает свою работу с 20 июня. С 20 июня каждый желающий поступить к нам, неважно какой специальность там или специалитет, бакалавриат или магистратуру, может зайти на сайт, зарегистрироваться на сайте Казанского федерального университета в разделе «Буду студентом», приложить туда, запомнить все вкладки, приложить туда копии всех своих документов, и уже с этого момента он будет являться битурентом нашего вуза. С 20 июня, пожалуйста, все могут подать документы. Так, к нам поступил вопрос по поводу магистратуры. Итак, девушка хочет поступить на магистратуру заочного отделения на педагогику и спрашивать, сколько длится сессия. Сейчас я объясню. То есть на программах заочной магистратуры студенты учатся не два года, а два с половиной. Кстати, вот буквально мы недавно общались с коллегами из Белоруссии, у них прошла реформа, и там магистратура учится только один год. Ну, наверное, это не очень хорошо, потому что все-таки за два года можно большему научить студента. Они учатся два с половиной года. И согласно законодательству, они имеют право на оплачиваемый отпуск длительностью от 40 до 50 дней в зависимости от направления подготовки. То есть это оплачиваемый отпуск. Есть еще такая форма обучения, которая называется очно-заочно, или вечерняя, получается, в простонародье. Вот мы пытались открывать такие программы, но они оказались неуспешными, потому что они неудобны. То есть в данном случае отпуск, а у нас достаточно много работает педагогов, которые работают в школе, они не имели права, законодательное право, на вот такой учебный отпуск. Вот в данном случае такие программы возможности дают. Понятно, что работодатели не всегда стремятся, потому что кому понравится, когда уходит работник, но тем не менее, они по закону обязаны отпускать и оплачивать вот это время обучения. А есть ли аспирантура? И если есть, то по каким направлениям? Да, да. Я сказал, что у нас есть аспирантура и докторантура по двум направлениям. Это по педагогике и по психологии. Более того, у нас есть свои диссертационные советы. Это тоже сейчас редкость, потому что в этой области в последние годы проведена реформа. Количество диссертационных советов было сокращено в стране, но КФУ является одним из ведущих университетов, поэтому у нас такая возможность есть. Более того, мы сейчас выдаем защиты, то есть мы имеем особое право на выдачу собственных дипломов, и о присвоении звания кандидата и доктора наук. Это очень ответственно, но это правда, но только ведущим университетам. Поэтому в этой области у нас тоже очень все неплохо. И у нас очень даже... Вот сейчас я знаю, что, например, большая очередь на защиту, потому что таких советов в стране очень мало. Ну и на такой приятной ноте я благодарю всех экспертов, которые помогли вам будущие абитуриенты понять, что из себя представляет Институт психологии и образования. И я напоминаю, что с вами в эфире был Инсталайф. Мы отвечали на ваши вопросы. Оставайтесь с нами и узнаете много-много интересного. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова